Дамы и господа, доброго времени суток! Я знаю, что каждый из вас играет в Red Dead Online по абсолютно разным причинам. И кем бы ты себя не видел в этой игре, у тебя вполне резонно может быть клан, банда, сообщество. И раз оно есть у тебя, логично, что вот такие кланы и банды есть и у других игроков. О них мы и поговорим в этом видео. Это не реклама, ссылки на эти группировки я давать не буду. Это просто ознакомительный ролик для тех, кто думает, что он одинок в мире Дикого Запада или кто присматривается к какой-то из группировок. А у нас тут на самом деле не хуже, чем в Игре Престолов. Скандалы, интриги, расследования, все присутствует. Дурак, что ли? Ну ты меня, п***, специально выдрачиваешь. В смысле я тебя выдрачиваю? Ты, п***, п***. Ты оферел? Ты, ты, да еб***, п***, это меня просто весь мозг, п***, уже, п***. Это реально, я даже видеть тебя не хочу. Ты, п***, п***. Мало кто знает, но я психолог, альтруист. В следствии чего, нищеброд и просто чел, который пилит ролики РД. И недавно я всерьез обеспокоился темой других комьюнити в Red Dead Online и их политического влияния в мире Дикого Запада. На этом шуточки в сторону. Вопрос довольно-таки серьезный. И подход к нему должен быть не менее серьезным. А может быть даже более тщательным. Для того, чтобы разобраться в этом деле, мне нужно было отправить пару-тройку своих людей, шпионов, дипломатов, разные сообщества, чтобы те, в свою очередь, вынюхали разного рода информацию и обрисовали ее уже мне. Короче, что-то опять затянутое вступление. Переходим к сути ролика. Итак, зачем я делаю этот ролик? Просто не все люди, кто тебя убивает в игре, относятся к клану Готики. И вследствие чего, твой жесткий анальный зуд в совокупности с непреодолимым желанием что-то разъебать или оскорбить кого-то, а также чувство беспомощности и невозможности повлиять на происходящее. Как правило, ты просто уходишь в другую сессию, но осадочек же остается. Поэтому ты будешь искать себе таких же близких по духу тебе людей, чтобы либо выхватывать пиздюлей ни одному, либо гордо их раздавать. И так как право свободно говорить дано мне прошлым летом, я воспользуюсь им и расскажу об этих бандах и кланах. Вот с этого момента попадут. Ну а о матушке Готики мы поговорим в самом конце. И первым у нас на очереди Гиенос. Они на данный момент более нейтральны Готики, чем враждебны. В чем прикол? Мы друг у друга отжимаем телеги, но иногда, иногда, когда идет соперничество против волков, воронов и так далее, другими бичами, о них мы поговорим чуть позже, безусловно, мы впрягаемся друг за друга. Гиены пилят ролики на ютубе, и иногда, крайне редко делают стримы. Можете посмотреть их канал Гиенос. Главный у них партизан, приближенный заводила Кэтрин Джонс, в клане присутствует Спект, Напалман, Крест и Дёрти Лени. Они часто пиздятся с волками, воронами, пачкой Джиры Икса, со самим Старк Рэдом. Как я понимаю, у них в союзе нет никого особо, вражды тоже ни с кем нет, однако, любят пиздиться фактически со всеми, со всеми, со всеми, со всеми, идиот, со всеми, естественно. Чела есть у нас в Дискорде. Монархия. Ну, тут все очень просто. Союз с Готикой, пока у нас нету пиздилки со Спектом. То есть, если Спект присутствует в сессии, то, естественно, Монархия пиздится со Спектом и с Гиенами в совокупности, в частности. На данный момент играют обособленно, держат нейтралитет почти со всеми Дискордами, бандами и сообществами в целом. Очень сильно ненавидят Спекта. Приставка, к нику, у них, Кнайт. Главный, Кнайт Артимел, представители, Кнайт Демаси, Кнайт Бел, Кнайт Демонкс, Кнайт Фарадей, Кнайт Ильман и многие-многие другие люди есть в нашем Дискорде Готики. Однако, есть Инвизибл. Это люди, которые вышли из стилета Фэмили. Главное, у них, скорее всего, Анатез. Там есть и Фэбил, и Кортес, и Металург, и все те, кто были раньше в стилето, с кем мы участвовали в совместных стримах. На данный момент сейчас нейтралитет с Готикой, и здесь все очень четенько и понятно. Далее, идут Рипперсы. Рипперсы, это те, кто вышли из Дискорда главный у них Дэдпул Эвенджер, у них в сообществе есть Вука, Даша Квинн, Лис и Лис. Те, кто смотрели мои стримы давным-давно, помнят, что эти товарищи часто руинили турниры, после чего мы заключили такого своего рода союз и пакт о ненападении. Играем против читаков, что наш Дискорд ненавидит читаков, что Гиеносы, что Рипперсы, Жека Борн, Монархия. Собственно, все ненавидят читаков, но некоторые с ними и играют. Как, например, Рус Дэд Рэд, блядь. Как, например, Рус Рэд Дэд Онлайн. Главный у них товарищ Бердников. Они сменили приписку с Готики на приписку Рус, нижнее подчеркивание. У них есть читер, ручной читер Рус, нижнее подчеркивание, ФС А3, единички шестерка. Вот, запомните таких чуваков, видите приписку Рус, нижнее подчеркивание, понимаете, что это говнари, которые бегут с читаков. Волки. Они так себя называют, они сейчас развалились, но тем не менее остаток еще есть. Главный у них Бондюрант. Они ненавидят Готику и Гиен, но особо не выебываются, потому что знают, что получат пизды. Нынешние Вороны, которые ушли от Волков и пачка Джерри Икса, которая тоже раньше была с Волками, на данный момент они развалились. То есть, представьте, что был единый такой союз против Готики и Гиенов, монархии и так далее, которые пиздили всех, развалились Керам и образовали три, ну, если быть точнее, четыре независимых друг от друга сообщества, которые между собой и пиздятся, и живут в мире... Что ты так на меня смотришь, бля? Которые между собой пиздятся и в конечном итоге еще и дружат. Так вот, главный Бондюрант, они ненавидят Готику и Гиен, но особо не выебываться, потому что получат пизды. Нынешние Вороны и Джерри Икс почти все были в Волках, сейчас конфликт у Волков с пачкой Джерри Икса, о пачке Джерри Икса мы поговорим чуть позже. И вот тут мы переходим, собственно, к Воронам. Тут, на самом деле, текст составлял наш любимый Готик Кабан. Значит, Вороны ненавидят Готику и Гиен, у них нейтралитет с Бондюрантом, он же Волк, лидер у них Джокерша дырявая тупая гнида пизда, ник у нее Джокер, сука, два раза подчеркиванием, мать ее в рот, Квин. Затычка в жопе в абсолютно любом Дискорде, зазывает людей от абсолютно отовсюду, вплоть от комментариев, в группе готова раздеться и дать в сраку, лишь бы к ней зашли. В Дискорд. С ними иногда время от времени играет Старк Ред, но над ним жестко угорают. В меню Азарка под ее ником, рядом с ее ником написано буква М, что означает модификация, возможно она играет с читами. В клане у нее дохуя левого народа, в том числе и читеры, такие как Ликвид Снэйк и Мистер Эмпти Хэт. Если вы их видите, понимаете, что это читаки. На них мы постепенно собираем пруфы, и возможно в других роликах мы расскажем о них. У нее жесткий конфликт абсолютно со всеми, в частности с Готикой. Вместе с ней играет Дэдыч, Белка Флай, Вау, и Янг Арчер. Я не понимаю, как люди могут играть с этой дырявой, не важно кем, которая пытается подменить понятие о принципах чести, морали и достоинствах, обсирая абсолютно каждого в комментариях, зазывая каких-то непонятных говнорей ставить дизлайки в дискордах, как вместе с лысым накрутчиком с читами, но о нем мы поговорим чуть позже. Так вот, собственно, о ней все. Дальше переходим к пачке Джерри Икса, ну если быть точнее, то фактически к самому Джерри Иксу, у него там много букв и цифр. Его также называют Гроссман, Гросска или Папаша Гриферов, неважно. Он откололся от волков и перешел уже собственно в свободное плавание. У него конфликт абсолютно со всеми, он пиздится абсолютно со всеми. В составе его банды он и его баба Виолетта. Дальше мы переходим к пачке Энджела Мур. Он раньше был непосредственно с волками и на данный момент они, пачка его состоит не в клане, это группа ПВПшников, которые откололись собственно от волков и пошли к воронов, а потом откололись от ворон, потом перешли к сами по себе. У них в группе есть Хаук, Вагер, Блор, Бжорн, сука, кабан, написал бы по-русски Бжор, но Серк, Короче, Энджела Мур, Хаук, Вагер и Бжор, какой-то там чел. Хаук общается с нами в принципе нормально, они стараются держать нейтралитет со всеми, но кто их позовет с кем-то пиздится, они обязательно придут и также любят попиздиться в ПВП. Переходим к следующей нашей стримерше, любимой, всеми обожаемой, блядь, сократочки. Нет, шутка, Клори Грей, да, она делает стрим, у нее ник Билли Сиданс, Билли Сиданс, блядь, нейтралитет, Готики, в принципе, общается нормально с Дианкой и с нами, со всеми, они такого рода грибнички, которые делают тейлики на стримах своих, делают там самогонщиков и так далее, иногда считают себя все-таки ПВПшниками, приближенный к ней самый, главный это Бен Уэйт и собственно особо они не выделываются, а свое комьюнити они не развивают, банды как таковой у них нет, просто чилят, отдыхают, стримят и так далее. Собственно, товарищ, мать его, в рот Старк Рэд, не пришли к пизде руках, бедняга, который прыгает по дискордам как Шаболда, зовут его всегда стреляться против Готики и всегда он соглашается лишь бы постреляться, а потом рассказать, что сессия багнутая или рассказать, что, блядь, у них были зажигательные, разрывные, во всем виноват Готик Кабан и бедный разъебашиватель, у всех есть читы и Готика вообще плохие товарищи. Вот, ну, собственно, Старк Рэд прибился к Воронам, его там приласкали, над ним угорают, но тем не менее он играет вместе с ними. Дальше, Скорпивиль, стрик, стрик, блядь, Скорпивиль, стример с ником Нейт, блядь, сука, Кабан, почему не на русском? Стример с ником Найти Скорп, отжали у... А? Он русский. Да понятно, что он с русский, блядь, но Кабан написал на английском, я не знаю, как это выговорить, нахуй. Скорпивиль, значит, с ником Найти Скорп, отжали у них повозку и теперь они, собственно, ненавидят Готику. Компания лютых грибников и Диана с ними знакома. Следующий у нас Зев, мать его, гей, Минг, который считается лысым накрутчиком с читами, который играет в соло-сессии под файликом, он пытается создать какое-то подобие банды, чаще всего его ручные собачки ставят дизлайки под моими роликами, и этот ролик наберет 25 миллиардов дизлайков, только лишь потому, что этот лысый накрутчик прибежит сюда, чтобы скрутить дизлайки. В конечном итоге его сообщество ничем не отличается от сообщества грибников, которые считают, что во всех дискордах и комьюнити, блядь, присутствуют читаки, во всех, но, блядь, у них их нет, они просто святые, блядь, ну не будем считать, что есть хромчик, у него ник ебашар, который просто лютая с***, жестким читаком, сам Зев, мать его, гейминг у нас сидит под читами соло-сессии, сейчас на самом деле они особо-то и не залыпаются, но на каждом своем стриме он пиздит в сторону Готики, пиздит и пиздит, как дешевая проститутка, не затыкаясь, постоянно в сторону Готики слышен хейт, его товарищи, как видят, людей с припиской Готики вечно ливают сессии, ну в общем, это не пвпшники, это лютые пвешники, можете их унизить, обоссать, они просто уйдут из сессии, то есть они вам ничего не сделают, ну тут на их фоне даже Red Cat Redemption, его дискорд и команда Pride, которая присутствует у Red Cat Redemption, выглядит намного воинственнее, чем собственно вся эта пачка Зеф, мать его, гей, Минг, конечно же, в конце, вот, так вот, о Red Cat Redemption, все думают, что его дискорд тупо перевозят караваны, но на самом деле нет, у них в дискорде есть люди, которые объединились для того, чтобы не просто чилить по вечерам, но и участвовать во всех возможных событиях, так вот, группировка под названием Pride представляет именно такое видение развития Red Cat Redemption, то есть, они на данный момент не против отжимать чьи-то телеги, материалы, они занимаются дейликами, они чилят по вечерам, слушая музыку, играя в абсолютно разные игры, но при этом очень много времени уделяют Red Cat Redemption, и если вы находитесь в дискорде Red Cat Redemption, обратите внимание на Pride, вот это действительно единственное комьюнити, которое занимается не только просто перевозкой караванов, а в целом, в совокупности, люди у кота давно уже друг другом знакомы, мы прыгаем по комнаткам, чтобы просто перевести тележку, поэтому, если вас в этой игре интересует перевозка, тележечек, то и никакие воинственные кланы вас не интересуют, то в принципе Red Cat Redemption, и Монархия, безусловно, безусловно, Стилета, Инвизибл, Жека Борн, Рипперс, самые не воинственные союзы, они готовы вас приветствовать в своих дискордах, обязательно ищите их, у большинства из них уже есть какие-то приписки перед никами, мы переходим собственно к матушке Готике, почти все эти союзы, которые мы сегодня с вами обсудили, кланы, альянсы, гильдии, как угодно их называйте, банды, группировки, сообщества, в большинстве случаев взаимодействовали и взаимодействуют с Готикой, Готика, мать его, была основана в тот момент, когда Red Dead Online запустился на ПК, у нас за это время, за полтора года существования Готики в Red Dead Online, а в целом клан существует более 15 лет, ссылки в описании в Дискорд канал, также есть под этим роликом, ну и конечно же отдельно спасибо нашим спонсорам, Алексей Котов, Анастасия Морс, конечно же Енотик, Малиновая Вафелька, он же Ахмед, спасибо, кто нас поддержит, Предатор и другие спонсоры, вы их видите на экране, оформите спонсорку всего от 49 рублей в месяц, так вот, Готика представляет из себя огромная, сплоченная комьюнити, которая поможет вам выполнить и дейлики, и ПВЕ, и ПВП, жесткая иерархия, жесткая кодекс, к которому мы следуем, никаких читаков, мы против читов, кто бы что не говорил про наше присутствие, но я своей репутацией дорожу и кланом в целом, потому что один раз мы, предположим, где-то запалимся с читами, от этого говна мы не отмоемся никогда, поэтому я четко против читаков, вы меня спросите, блядь, Сократ, нахуй ты это сделал, зачем ты этот ролик вообще показываешь, а я вам отвечу, помните, 27 февраля, наш любимый кот выпустил ролик о том, что делать в Red Dead Online, вот здесь вот, послушайте меня внимательно, мысль очень серьезная, что делать в Red Dead Online, он в ролике рассказывал, что можно кидать динамит, можно там, наблюдать за котом, и так далее, это позиция человека, который не имеет отношения к глобальным, внутриигровым конфликтам между дискордами, так вот, на самом деле, в Red Dead Online есть огромная русская комьюнити, разделенная на целую кучу банд и сообществ, которые по тем или иным причинам либо пиздятся друг с другом, либо сосутся в десна, то есть, вы каждый вечер можете получить огромный адреналин, пытаясь кого-то унизить, пытаясь кому-то взорвать телегу, либо ее защитив, если примкнете к какому-то из выше описанных мной сообществ, которые бы вам не понравились, это без разницы, но, зайдя в это сообщество, вы уже будете получать тот контент, который бы хотели, или бы, или им, ну, получаете, или хотели бы получать, или, возможно, будете получать в будущем, и это важно, блядь, это важно, поддержать не только разработчиков Red Dead Online высоким онлайном в игре, но и все русское комьюнити, потому что, если бы не было Гиен, Монархии, там, Берникова и остальных, там, этой дырявой дырки, Джокера, Квина и так далее, если бы их всех не было, то, по сути дела, реально в Red Dead Online делать было бы вообще, блядь, нечего, но когда у вас есть друзья, а у ваших друзей есть, их друзья и есть враги, вы всегда найдете, чем вам заняться в игре, а это не просто фотографировать кошек и раскидывать динамит по сессиям, это реально жестко, если за этим следить, а Готика за всем этим следит, поэтому, если чел с припиской Готика, нижнее подчеркивание, вдохновляет тебя на то, чтобы зайти в сильное сообщество, воспользуйся этим прямо сейчас, ссылки в описании под роликом, у нас с вами была Готика Сократ, пока!